Песня «По имя Отца и Сына и Святаго Духа» Хочу вам зачитать стихиру из чина отпевания мирских человек. Где есть мирское пристрастие, где есть при временных мечтания, где есть злато и сребро, где есть рабов множества и молва, вся персть, вся пепел, вся сень. Но приидите, возопи им бессмертному царю, Господи, вечных Твоих благ с подоби представившегося от нас, упокаяя его в нестареющем блаженстве Твоем. Господь говорит, обращаясь ко всем нам, «Не заботчись о том, что вам есть, что пить, во что одеться, прежде всего ищите Царствие Небесное, остальное все вам приложится в свое время». И мы действительно свидетельствуем о том, что какие бы трудности в нашей жизни ни возникали, какие бы обстоятельства, «Но никто из нас ни в чем не нуждается, не голодает, не ходит раздетым, не живет на улице». Господь обо всем заботится. А мы, забывая вот эти слова Господни, зачастую погружаемся в житейскую суету, которая крадет у нас драгоценное время нашей земной жизни. И мы с вами оказываемся совершенно неготовыми к встрече с Богом, что, оказывается, мы протратили время не на то. Уж очень много вот хотелось здесь, на земле, успеть. Оказывается, оно нам совершенно и не нужно. Собирал человек богатство, а оно ему там уже не потребуется. Любил человек красивые одежды, с собой он их не возьмет. Любил вкусно поесть и попить, а там этого уже ему никто не приготовит. А душа, о которой должен был человек заботиться здесь, в земной жизни, оказалась совершенно непреуготовленной к той вечной жизни. Вот мы с вами приходим помолиться о наших усопших. И мы знаем, что эта молитва им очень и очень нужна. Но ведь и мы с вами приближаемся к этому моменту, когда и над нами споют, ну, может быть, дай Бог, споют со святыми у покоя, отнесут на кладбище, похоронят наше тело, а душа, взятая ангелами, будет вознесена на суд Божий. И вот здесь мы с вами можем оказаться среди нерадивых дев, которые вроде бы облеклись в брачную одежду веры, но не приуготовили себя для встречи к жениху. Не хватило нам ни благочестия, ни любви, ни терпения, ни смирения, ни кротости. А где этого теперь возьмешь? Ну и что, что девы? Ну и что, что в брачной одежде? А все равно двери-то для них не открылись вторично. Вот когда входил жених, то те, кто были готовы, вошли, а те, кто нет, так и остались за дверями. И вот мы можем с вами тоже остаться за дверями Царствия Небесного. Не потому, что Бог зол, не потому, что Он нас отверг по какой-то непонятной нам причине, а потому, что мы сами не позаботились о том, чтобы вместе с Ним войти в чертог брачный. Вот в этом беда. Приносит человека отпевать? Ну так немножко поговоришь со сродниками. Церковный ли был человек, молился бы? Ну нет, чаще всего нет. Ну, может быть, был крещён, это точно. А вот о том, чтобы молился, ну не знаю, вроде бы у него была иконочка. Молился ли он перед этой иконой, не молился. Но если люди, даже живущие с этим человеком, не знают, ну, скорее всего, нет. Конечно, молитва – это такое делание тайное, и совсем необязательно люди могут видеть человека молящегося. Но так вот, чтобы скрыть свою любовь к Богу, ну, это невозможно. Вот если человек любит Бога, то об этом знают все, кто с Ним общается. Ну вот все же знают. Вот даже если рядом с нами живут соседи, и мы знаем, как они вообще к церкви, к Богу относятся. Может быть, мы с ними не очень даже дружим, но все равно знаем. Это же невозможно скрыть. И вот человек проживает жизнь, отвергнув Бога. Человеку нет до Бога никакого дела. И, собственно, и что? Это выбор самого человека. Некоторые пытаются объяснять какие-то обстоятельства из жизни человека, почему он так к Богу и не пришёл. Но это, скорее, самооправдание. Людям очень хочется успокоить свою совесть. И поэтому они, ну, для успокоения своей, своей собственной совести, они придумывают такие всякие версии. Почему, да, отчего. Вот. Приписывают человеку, конечно, какие-то хорошие, добрые качества, за которые должен обязательно Бог этого человека помиловать, принять к себе. Ну как же так? Людям помогал. Ну, может, попивал, может, ругался, может быть, иногда скандалил. Но, в общем-то, был человек добрый, отзывчивый, щедрый, ну и так далее, и так далее. Но самое-то главное не это. Самое главное – искал человек Царствие Небесное в своей жизни земной или нет? Вот если Евангелие, вот, внимательно прочитать, именно с этой точки зрения. К чему нас Господь призывает? Ну, неплохо быть добрым. Но Евангелие же не о том, как хорошо быть добрым. Евангелие совсем о другом. О том, что нужно отвергнуться себя, то, что нужно возлюбить ближнего, но возлюбить Бога более всего на свете. О том, что нужно идти путём заповедей Божьих, о том, что нам должно быть всегда в общении с Ним. «Непрестанно молитесь, – говорит Господь, – а человек, ну, вообще о молитве ничего не знает. Вся его жизнь прошла вне неё. И не потому, что человек никогда не знал ничего о молитве, никогда не слышал ни одной молитвы. Такого у нас, по крайней мере, в стране вряд ли возможно. Потому что сейчас вся страна у нас храмами украсилась, а человеку всё равно это как бы и ничего не даёт. Человеку было не нужно. И Господь по милости к нему себя его не навязывает никак. Вот ищущему отверзится и дастся. Так сказано в Писании. А не ищущему? Ну, значит, и нет. И нет. А как же так? А неужели вечная мука? Ну, значит, так. Какой человек не знает о том, что некоторые вещи, их делать нехорошо? Ну, обычно уже лет с трёх человечек знает, что хорошо, что плохо. Ещё не во всём разбирается, но основные моменты знает. Что драться нехорошо, что чужое брать нехорошо, что капризничать нехорошо, что ногами топать и кричать «хочу, хочу» нехорошо. Уже знает. А уж там с возрастом у человека возникает такое хорошее понимание «вот это вот хорошо, а это не очень хорошо». Вот этого бы лучше не делать. но навыкает делать и ничего с этим предпринимать не хочет. Я к этому привык. Мы все знаем о своих дурных привычках. И, к сожалению, почти что с ними никак не боремся. Вот никак. И остаёмся при своём. А где же тогда «ищите Царствие Небесное»? В чём это выражается? Оно же должно быть как-то видно. Вот когда человек взял и заставил себя в чём-то потерпеть, ну вот это видно, что он терпит ради Царствия Небесного. А если ещё говорит «я не могу терпеть или не хочу терпеть», ну и, собственно, «ну не терпи, ну не терпи». Человеку Бог позволил выбирать потерпеть, не потерпеть, уступить или настоять на своём, как хочешь. Но надо же выбирать лучшее. Когда мы что-то ищем, мы же к этому прилагаем усилия. Когда человеку что-то нужно найти, он и изобретательность проявит, и настойчивость, и такую напористость, и твёрдость, и пока не достигнет желаемого. И это даже как-то приветствуется. Говорят, «О, человек такой, целеустремлённый». Ну да, когда дело касается земного, у нас этой целеустремлённости хватает. А вот когда касается небесного, как будто её вообще и нет. Мы хотим, вот просто хотим, как некий человек, который не любит трудиться, но хочет жить красиво, богато и так вот, приятно, комфортно. Вот он хочет. Но для этого ничего не делает. И ещё обижается, если другие люди, они ему в этом отказывают, в помощи. «Дай денег». «Да я тебе уже давал, ну, у меня уже кончились, дай ещё. Ну, ты иди поработай. Ну, какой ты жадный. Не думал, что ты ж у меня друг, ты должен дать. Ну, подожди, сколько я тебе буду давать на твою красивую, вот такую беззаботную жизнь? Встань, иди потрудись. Если надо, помогу. Ну, нет. Вот мы так вот ведём себя в отношении с Богом. Господи, мне надо это, 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 ты мне дай, ты мне помоги, ну, давай ты потрудишься. Ну, нет. Я трудиться не привык, не навык. Ты мне просто дай. дай мне терпение, смирение, кротость, воздержание, дай мне все эти духовные дары, дай, чтобы это всё во мне было. А потом непременно возьми к себе». Вот люди так вот прям и говорят. «Хочу, чтобы Бог взял к себе». Кого? Но ты же совершенно, ну, как бы, не созвучен к Богу. Ведь должно же быть в человеке, в результате его земной жизни некое соответствие, некая созвучность. Как апостол Павел говорит, «Вас должны быть те же чувствования, что и в Иисусе Христе». А это как можно достичь? Но только если постоянно быть в общении с Ним. Вот когда мы с кем-то много общаемся, то мы вольно или невольно начинаем копировать какие-то черты этого человека. Вот так же и с Богом. Общаясь с Богом, человек приобретает некоторые божественные черты. А так посмотришь, а их и нет. Ну что, надеемся, что, когда над нами споют со святыми упокой, то Господь непременно именно со святыми нашу душу и упокоит. Ну как, пели же, ну молились же, ну просили, ну значит, так должно быть. Но есть ещё качество души, есть такое вот неотъемлемое свойство качества. А ну как вообще? Если человек в результате своей жизни приобрёл своим трудом, молитвами непрестанными, воздержанием, терпением качества души, которые необходимы для Царствия Божьего, тогда он туда войдёт. А если об этом никак не заботился, то и нет, то и нет, понимаете. И в этом вся трагедия людей. Они никак не могут понять, что может в их жизни наступить вечное мучение. Да, нам здесь, на Земле, это не понять, потому что любые страдания имеют границы. Начало и конец. Что-то болит, принял таблеточку, меньше болит, вторую принял, уже и не болит. Если опять боль вернулась, можно опять вернуться к таблеткам или сменить лекарства, сходить к врачу, посоветоваться и каким-то образом унять вот эту досаждающую боль. А когда нечего принять и к врачу не пойти, и к Богу уже не обратиться, вот как оно? Болит так, что терпения нет, и спасения от этого нет, и только, может быть, кто-то там помолится за меня, и мне будет немножечко легче, потому что наши молитвы, они не освобождают человека от мучений, но ослабевают эти мучения, ему легче становится. Уж как там Господь рассудит на страшном суде. И какова будет вечная участь души человека, мы не знаем. И слава Богу, от нас это сокрыто, чтобы мы не рассуждали на эту тему. Но Евангелие нас строго предупреждает о том, что мы с вами можем оказаться среди изгнанных вон, а не принятых в чертоге брачной. Мы можем оказаться не в брачной одежде с вами. Ибо где смирение, где крутость, где воздержание, где терпение, где любовь, где мир, где благость, где? Оно возможно только, если человек этим будет целенаправленно заниматься в течение своей жизни, и Бога просить, и сам трудиться. А нет, то и нет, то и нет. И останется ни с чем. Поэтому вот в дни памяти упокоения наших сродников, когда мы приходим в храм помолиться, чтобы Господь преклонил свою милость к их душам, нам надо очень внимательно поразмышлять о своей собственной жизни. Мы-то с вами как живем? Потому что если мы будем с вами беспечные, то и никакие церковные молитвы, они ничего не изменят. Вот некоторым людям кажется, что главное при погребении все правильно сделать, чтобы там венчик был на лбу, чтобы молитву в руку положили, в какую, правую или в левую, чтобы вот священник обязательно там все правильно сделал, чтобы вот и на кладбище все, крест был в ногах, чтобы вот все было так, как правильно, и тогда все будет хорошо. Нет, нет, от этого душе хорошо не будет. Если душа была с Богом, то тогда, конечно, церковное напутствие ей, это в радость. А если душа жила не с Богом, то это церковное напутствие будет ей в горечь, ибо там-то уже человек поймет, на что он здесь в земной жизни наработал. Там все уже станет на свое место. Там не надо будет что-то взвешивать, вот добрые дела, злые дела, что какая там чаша весов перетянет, или там вот ты сделал злой поступок, а вот здесь два хороших, а вот как они тянут эти два хороших на один злой, вот как они, ну, это все как бы слишком примитивно. Что есть, то есть, что есть, то есть. Знаете, вот как профессор, который 30 лет преподает в университете, он с двух слов беседы с поступающим в УЗ абитуриентом поймет, может он учиться в этом ВУЗе или не может, даже экзамен сдавать не нужно, вот просто короткая беседа, и он сразу скажет, этот может, а этот нет, но потому что вот его знания, они в его словах, и профессор их очень легко расшифрует, а уж для Бога и такой беседы не нужно, ибо Господь знает, что в нас есть. Не надо нам там каких-то слов оправданий, слов осуждения, каких-то там упрёков там или да ничего не надо, всё Бог знает, всё. И очень скорбит, когда мы с вами теряем драгоценное время нашей земной жизни на непонятную, глупую, бесовскую суету, потому что, ну, она же никогда не кончается, всё, что-то надо, 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 а оно, как оно тебе в вечности-то надо? Человек, жизнь твоя на исходе. Вот ты целый час занимаешься непонятно чем, и этого часа больше в твоей жизни никогда не будет. Всё, твоя жизнь сократилась на этот час. Он ушёл в вечность, в прошлое. И как ты что-то прибавил своей душе для вечности, или отнял, или вообще ничего. Время это драгоценнейший дар Божий. Нам Господь желает спасения, но Он не может нам его навязать. Каждый из нас выбирает для себя свою участь. Поэтому очень и очень нам с вами важно каждый день, каждый час, каждую минуту своей жизни проживать вдумчиво, чтобы мы знали, зачем мы прожили этот отрезок времени. Вот не просто так прошёл и прошёл, а чтобы мы знали зачем. Мы должны с вами в поте лица трудиться вместе с Богом, потому что время осталось очень немного. Не хватит нам на то, чтобы всё в своей жизни изменить, но хотя бы что-то. Хотя бы что-то. Помните притчу о работниках, нанятых Господом в винограднике? Даже тех, которые хотя бы один час потрудились в его винограде, он наградил, уравняв их с теми, кто пришёл первыми. Так и мы с вами. Даже если мы сейчас, уже прожив большую часть своей жизни, всё-таки потрудимся в винограднике Господнем, Господь не лишит нас своей награды. Помоги нам в этом, Господи. Аминь. Господи.